Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 18 мая. Десятилетию признания независимости Южной Осетии Нацбанк выпустит юбилейные монеты. Невосполнимая утрата. Ушла из жизни талантливый журналист Лариса Туаева. Работники прокуратуры и милиции из Наурского района провели разъяснительную беседу со старшеклассниками. В планах Национального банка Республики Южная Осетия очередной выпуск юбилейных монет. На сей раз он приурочен к значимой для нашей страны десятилетию признания независимости нашей республики. В будущем банк планирует выпуск монет с изображением выдающихся личностей. Подробности в репортаже Дзерасы Кузаевой. К десятилетию признания Российской Федерации независимости Южной Осетии Национальный банк Республики Южная Осетия выпустил очередную партию юбилейных монет в количестве 300 штук. Реализовывать их начнут с конца этого месяца. Мы их заказали еще в прошлом году. Где-то мы знали, что и праздник будет в августе, и чтобы мы за год все это приготовили, завезли. У нас они здесь уже находятся. Они будут в серебряном изготовлении. Первый раз монеты были выпущены в 2013 году. Тогда выпуск был приурочен к юбилейной дате. Пятилетию признания независимости республики. Национальный банк собирается выпустить также монеты с изображениями героев Советского Союза. Иса Аплиева, Хаджиумара, Мамсурова и Георгия Хитагурова. В 2018 году выдающимся военачальникам исполнилось бы по 115 лет. Монеты заказываются и изготавливаются или в городе Санкт-Петербург, или Москве. Три героя Советского Союза родились в 1903 году. Это редко, какой нации, такой, наверное, может случиться. Памятные монеты на выпущении, значит, и серебряные, с позолотой, и также небольшое количество с золотом и с подъемом. В планах банка выпуск монет к 130-летнему юбилею Рутена Гоглоева, автора проекта Рухского тоннеля. Будет отмечен и Всеволод Миллер, чьи фундаментальные исследования открыли Осетию и Осетин для мировой науки. Мы их просто дотавливаем из-за того, что это на память. Их на небольшое количество, потому и бывает, чем меньше на это количество, тем они дороже будут через несколько лет. Ранее Нацбанк выпустил памятные монеты в честь Васуабаева, Коста Хитагурова. Монеты с изображениями святилищ Южной Осетии. Монеты пользуются большим спросом. Агунагубуз, Вадзира Сакузаева, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск. Сегодня. Ушла из жизни талантливый журналист Лариса Туаева. Когда уходят такие люди, мы невольно переосмысливаем нашу жизнь. Начинаем ценить каждое мгновение. Лариса более 16 лет работала в газете «Хурзарин». Коллеги отзываются о ней как исключительно о добром, отзывчивом, светлом человеке. Уйти, чтобы остаться в памяти. На 39-м году жизни скончалась наша коллега, талантливая журналистка газеты «Хурзарин» Лариса Туаева. Прекрасная мама троих детей, настоящий друг, коллега и просто хороший человек. Страшная весть стала известна рано утром. В коридорах редакции полная тишина. На глазах коллег слезы, которые они не сдерживают. Музыка إл Старин. С ней легко было дружить. Очень теплое в общении, ответственное, трудолюбивое и обязательно в работе. В этом году мы сняли в операцию. Мы сняли в оборудовании. Мы сняли в оборудовании. Дай-магазин, хорсорт, еще и автохорсскую саду. Она любила жизнь, свою работу, строила планы на будущее. Это рабочее место Ларисы, куда она больше никогда не вернется. Здесь она писала прекрасные статьи, проводила время с коллегами, друзьями. Теперь, глядя на погасший монитор и пустой стол Ларисы, они, не сдерживая слез, рассказывают о ней, какая она была веселая, о том, что лучше всего у нее получались материалы, связанные с добротой, любовью, мамой, про день 7 и 8 марта. Ведь и сама Лариса рано осиротела, ее маму не стало, когда ей было всего 16 лет. Дверь откроется, но Лариса уже не зайдет. В коридоре график дежурств, составленный для журналистов издания. Здесь черным по белому. Лариса дежурит 10-го. Она хотела жить, воспитывать детей, радоваться их успехам. Но судьба распорядилась иначе. Для них она станет ангелом, который всегда будет их оберегать. А друзья, коллеги, знакомые всегда будут помнить прекрасного человека со светлой душой. Коллектив государственной телерадиокомпании «Ир» вместе с коллегами, родными и близкими скорбит по поводу безвременно ушедшей всеми любимой журналистки газеты «Хурзарин» Ларисы Туаевой. Светлая память. И еще одно трагическое событие. Накануне вечером в результате тяжелых ранений скончался остинский доброволец на Донбассе Олег Мамиев. С 2014 года он сражался за независимость Донецкой Народной Республики. Воевал в подразделении «Восток». Позже стал командиром батальона спецназначения «Пятнашка». Всегда был на передовой. Награжден высшими наградами ДНР. Командир батальона спецназначения «Пятнашка» Олег Мамиев Мамай в качестве добровольца, сражавшегося за независимость Донецкой Народной Республики, погиб вечером 17 мая. Известие о гибели легендарного остинского комбата подтвердили в Союзе добровольцев Донбасса, членом правления которого он был. Подтверждают факт смерти и другие источники. Олег Мамьев получил тяжелые ранения в голову, живот и грудь во время обстрела в Авдеевке на окраине Донецка. Ранения Мамая оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на операционном столе, не приходя в сознание. Олег Мамьев до 2014 года жил во Владикавказе. Затем приехал в Донбасс защищать мирное население от карательной операции киевских властей. Здесь одно и то же сценарий практически, как у нас на родине было, там в Абхазии было. И насколько мне было известно, народ никогда не воевал после Великой Отечественной войны. То есть поколения все прошли, которые с войной не были знакомы. Я поехал. Думаю, будет это быстрая война. Поможем и уедем. Первоначально Олег Мамьев воевал в подразделении «Восток», участвовал во многих боевых операциях. Перейдя в интербригаду специального назначения «Пятнашка», где воевали многие осетинские добровольцы, Мамьев вскоре стал его командиром. Это подразделение несло службу на одном из самых опасных направлений – на окраине Донецка. За время войны на Донбассе Олег оказывался на самых опасных участках, вместе со своими бойцами, проявляя незаурядные способности грамотного и бесстрашного командира. За исключительную смелость бойцы окрестили Олега Мамиева «Мамаем». Некоторые думают, что позывной по фамилии, потому что там есть момент, что похоже. На самом деле у меня позывной был другой, когда я приехал. У меня был позывной туалет, и местные не могли его выговорить. Потом момент пришел, после одного выезда, так получилось, что впереди шел я, и ребята за мной были. Там кто-то сказал, прошлись как «Мамай», и вот оттуда меня начали называть «Мамай». «Мамай» всегда находился на передовой, шел впереди бойцов пятнашки и погиб, находясь на боевом посту. За проявленное мужество и умелые действия «Мамьев» был награжден высшими наградами ДНР. В частности, в феврале этого года он получил одну из высших государственных наград ДНР – Орден Республики. В то, что «Мамая» не стало, с трудом верят его боевые товарищи. Ну, мы выходили сюда, хотели пройти по окопу дальше. Комбат первый пошел, ну и шли люди тоже за ним. Я услышал, ну, слышу прилет и вспышка. После этого мы легли, потому что посыпалась земля, там, осколки или что. И все, и мы отошли назад. Потом после всего этого начали кричать «Комбат, комбат», где «Мамай», «Мамая» нету. Начали искать, смотрим, он здесь уже начали, вытащили и все. На носилке и в больнице. До сих пор не можем отойти. Потом уже поняли, что попалось сюда, конкретно прилет, прямой наводкой был сюда. И, видать, «Комбат» здесь где-то был, что батя, отец. Ну, именно, ко всем, только с положительной стороны. Надо помощь, он помогал сюда. Это, ну, самый лучший именно «Комбат». «Комбат» – человек. Ну, слов можно много сказать именно. Не забудется он долго. Защищая народ Донбасса, он решил идти до конца. Для него война закончилась неожиданно. А для народа Донбасса он остался героем и славным сыном Осетии. Война все идет, и длится, и длится. Но как уехать, если она не закончилась? Я считаю, что раз мы приехали, мы должны уехать только тогда, когда она закончится. Решением главы ДНР Александром Захарченко завтра, 19 мая, объявлено в ДНР днем траура. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил соболезнования родным и близким командира интернациональной бригады «Пятнашка» Олега Мамьева в связи с его трагической гибелью. Мамай был хорошим другом, боевым товарищем, гордостью остинского народа. «Родным и близким Олега приношу мои глубокие соболезнования в связи с постигшим их горем», отметил глава государства. К другим темам. Для учащихся общеобразовательных школ Знаурского района работники прокуратуры и милиции провели разъяснительные беседы. С нового учебного года такие встречи планируется проводить не только с детьми, но и с их родителями. Алена Уттаева обо всем подробнее. Работники прокуратуры и милиции Знаурского района провели разъяснительную беседу со старшеклассниками. На встречу были приглашены учащиеся из разных школ района. Речь шла о морально-нравственном воспитании подрастающего поколения, о том, какой вред приносит всемирная интернет-паутина, различные социальные сети. Конечно, на сегодняшний день невозможно обойтись без интернета, но есть и минусы, которые негативно влияют на психику детей. Прокурор Знаурского района Юрий Икаев отметил, что мы, осетины, должны жить по обычаям и традициям, которые нам оставили наши предки. И здесь нет места разврату, когда школьники, совершая аморальные поступки, размещают видеозаписи в интернете. И потом, в завтрашнем будущем, у тебя и жизнь-то пойдет не по правильному, нужному пути. Пусть, наверное, не к намущество. Не то, что не говоря уже об ученых. Берет в Афанде, я больше чем уверен, кто-то хочет стать юристом, кто-то хочет стать меником. Не обязательно быть юристом, чтобы соблюдать закон. Так же и медик должен соблюдать закон. И кто угодно, любой человек. Если ты будешь делать выводы из этого, ты в высшее учебное заведение не сможешь поступить. И так далее, и тому подобное. И в дальнейшем в жизни того, ты чему можешь научить. Люди с аморальным поведением не нужны обществу. Они не научат ничему хорошему. Поэтому каждый ребенок должен понимать, совершая то или иное преступление, что судимость на их репутации оставляет пятно на всю жизнь. А честь и доброе имя надо беречь с молоду. Было также отмечено, что в плохом поведении детей виноваты сами родители, которые покупают своим детям вместо хороших познавательных книг, дорогие телефоны, подключают интернет и приобретают для них дорогие машины. Учащимся разъяснили, чем отличаются кражи, грабежи и разбой друг от друга. Также озвучили категории преступлений, их виды и за какие правонарушения ребенок несет ответственность с 14 лет. Наша цель не было кого-нибудь из детей запугать или напугать. Мы просто говорили об этих вещах из-за того, чтобы каждый из школьников, тем более касается это выпускников, каждый из них, чтобы понимал, в случае, если он совершает преступление, он должен знать, какая его ответственность ждет. То есть каждый человек сам по себе должен знать, за каждый свой поступок, что его ждет. Это, в принципе, учит, мы так считаем, как жить в обществе. Поэтому мы им разъясняли и отличия краж, грабежей, разбойных. Мы им даже освучили, значит, категории преступлений, сколько видов преступлений. Преступления небольшой тяжести, средние, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Ведь видно было, что каждому из них интересен тут маленький. А какое наказание он получит за то или иное преступление. С нового учебного года такие встречи будут организованы не только для детей, но и для их родителей. Благодаря таким мероприятиям мы сможем воспитать достойное поколение, которые, в свою очередь, будут хорошим примером для своих детей. Важно приложить усилия, не слишком баловать своих детей, уделять им больше внимания. Именно тогда мы сможем добиться хороших результатов. Алена Уктаева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Еще два десятка лет назад практически каждый школьник носил красный галстук. Они, бывшие октябрята, будущие комсомольцы, подтягивали отстающих, переводили бабушек через дорогу, собирали металлолом и макулатуру. На призыв «Будь готов» отвечали «Всегда готов». После распада СССР пионерское движение было распущено. Однако пионерские организации не исчезли совсем. Есть отряды и в наших школах, и ведут они достаточно активную работу. Так, в среднеобразовательной школе номер 5 сегодня отмечали день рождения пионерской организации, которой исполняется 96 лет. Уже 10 лет, как руководство этой школы, возобновили работу. Случилось это сразу после трагических августовских событий. Ряды пионеров пополняются лучшими учениками пятой школы. У них насыщенная и интересная жизнь. Они являются участниками различных мероприятий, конкурсов и олимпиад. Сегодня в ряды пионеров были приняты ученики четвертых классов, и каждый из них произнес торжественную клятву пионера. Руководители современной пионерии утверждают, что через пионерскую организацию осуществляются все формы воспитательной работы. Это и духовно-нравственное, военно-патриотическое, трудовое и спортивное воспитание. Пионеры принимают активное участие во всех фестивалях, конкурсах и занимают призовые места, отметила организатор школы Нона Дедеева. Я поздравляю тех, в ком сохранился пионерский дух, который никогда не покинет настоящего пионера при любых обстоятельствах. Вы достойно идете своим жизненным путем и являетесь примером для своих детей. Я также поздравляю с праздником всех пионеров, прошлых, настоящих и будущих. Ведь это не зависит от политики страны. Пионер – это сам стиль жизни. В этот праздничный день были награждены грамотами и ученики, занявшие призовые места в разных школьных и внешкольных конкурсах и олимпиадах. Ну а у юных пионеров началась новая жизнь, и впереди у них много интересного. В первой столичной школе с размахом отметили День Остинского языка. Было отмечено, что именно родной язык является главным символом национальной идентичности. Мы обязаны любить, ценить и говорить на нем. Фатима Чучева продолжит. День родного языка – один из самых молодых праздников в нашей республике. Но это не помешало занять ему особое место в календаре даты событий. Сегодня в первой средней школе отпраздновали День Остинского языка. В ходе мероприятия было отмечено, что для остинского народа, как и для любой уважающей себя нации, язык является сокровищем, которое надо беречь, как зеницу ока. На остинском языке создают свои произведения поэты и писатели, пишут исследования научные работники. Представители общественности излагают свои мысли, осознавая, что именно родной язык является главным символом национальной идентичности. Если развивается язык, то развивается и нация. Ведь судьба нации тесно связана с родным языком. Человек, не умеющий и не любящий говорить на родном языке, бедный во всех отношениях человек. Учащиеся читали стихотворения, которые несли в себе призыв к сохранению и возрождению родного языка, языка наших предков. Такие мероприятия способствуют тому, чтобы привлечь интерес подрастающего поколения к изучению родного языка, сокровищницы национальной культуры. Фадима Чочиев, Арина Атмедоев, информационный выпуск сегодня. Фестиваль осетинской песни «Ирон Зарак» прошел в Цинвальском музыкальном училище имени Феликса Алборова. На фестиваль был приглашен президент Анатолий Бибилов, который внес неожиданное для присутствующих предложение. Ирина Битьева с подробностями. Для всех почитателей осетинской песни Министерством культуры был организован фестиваль осетинской песни «Ирон Зарак», который прошел в Цинвальском музыкальном училище имени Феликса Алборова. Фестиваль был приурочен ко дню осетинского языка. Участники района республики, учащиеся школ и хоровые коллективы. Ирина Битьева с подробностями. На торжество осетинской песни был приглашен и президент Анатолий Бибилов. Он поприветствовал и выразил слова благодарности организаторам и участникам фестиваля. Неожиданно для всех президент предложил внести в календарь осетинских праздников еще один день осетинского национального костюма. Ирина Битяевна, Ирина Битяевна, и deixает? Ирина Битяевна, и депутат, и стиль моего-коллекса, и для василет. Песня на стихе остинских поэтов, народные песни, современные аранжировки вынесли участники фестиваля на суд не только зрителей, но и профессионального жюри. Подбор музыкальных произведений был разнообразным, многие из них популярны среди слушателей. Были и такие, которые широкой публике были незнакомы. Пока одни коллективы выходили на сцену, другие за кулисами волновались и переживали за предстоящее выступление. Осетинские мелодии радовали слух в течение трех часов. Все участники были награждены дипломами. Ирина Бейтева, Алим Бетаев, информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра, 19 мая. В Знаурском районе Республики завтра, 19 мая, ясно. Днем плюс 24, ночью плюс 12. В Завском районе ясная погода. Днем плюс 23, ночью плюс 9. В городе Квайса ясно. Днем 22 градуса тепла, ночью плюс 11. В Ленингорском районе Южной Осетии ясная погода. Днем плюс 21, ночью плюс 10. В столице Республики в Цхинвале ясно. Днем 25 градусов тепла, ночью плюс 13. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин